Рад вам представить одного из крупнейших русистов современного мира, профессора Джеффери Хоскинга, автора многих работ по русской истории, в свое время написавшего замечательную книгу, начавшего свое решение России, по-моему, замечательной книги о думском парламентаризме. И продолжавшего этот процесс и дальше. Профессор Джеффери Хоскинг является 35 лет, по-моему, да, вы преподавали и были профессором Лондонского университета, и теперь почетный профессор Лондонского университета, и также почетный доктор Института Российской истории и Академии наук. Я просто считаю за честь, что у нас в университете профессор Джеффери Хоскинг согласился прочесть лекцию. Это очень важно для нас, поскольку взгляд на русскую историю, русиста, работавшего много в русских архивах, знающего не понаслышке Россию, вот вы сейчас увидите, как профессор Джеффери Стюартович на русский манер говорит на русском языке, между прочим. Это для всех вас, изучающих английский язык, хороший пример, как надо владеть английским языком. Так вот, очень важен этот взгляд, взгляд на свое, всем нам хорошо знакомое, но на самом деле часто плохо знаемое, со стороны знающего, безусловно любящего предмета своего изучения, и в то же время человека не русского, не из России. Мне кажется, что для нас, тем более для тех из нас, которые собираются быть дипломатами, собираются работать на международном уровне, вот эта привычка видеть свое другими глазами, это важная привычка. Джеффери Стюартович, я замолкаю, да, единственное, что я еще хочу сказать, что наш Центр Церкви международных отношений занимает широкие политические вопросы, в том числе и вообще мировоззрительные вопросы, поэтому мы устроили эту встречу с уважаемым профессором Хоскин. Джеффери Стюартович, я панель вам. Спасибо, большое спасибо, Андрей Борисович. Ваша похвала меня обязывает ко многому, я вижу. Вот я хотел действительно представить вам взгляд зарубежного историка на своеобразный ход российской истории, потому что вы, вероятно, довольно много знаете о российской истории, но вот взгляд со стороны иногда освещает какие-то подробности или черты, которые не сразу бросаются в глаза человеку, который живет в этой же истории. И я разбиваю свою лекцию на три части, которые как бы обозначают своеобразные и интересные черты российской истории. Первый раздел называется «Самодержавие», что это значит для России, что это такое на самом деле и что это значило для российской истории. Второй раздел называется «Россия-Запад», а третий раздел называется «Нация-Империя». Так, я начинаю тогда, значит, со «Самодержавием». Отчасти потому, что я считаю, что многие западные историки не понимают, что такое российское «Самодержавие». и они это изображают, как будто один человек приказывает, все остальные подчиняются и сразу исполняют его приказы. Или, например, Ричард Пайпс, очень хороший историк, между прочим, очень хороший историк, но он считает, что российское «Самодержавие» значило, что российский император владеет всей землей, всем в Российской империи, и все, значит, все население его рабы. Я считаю, что это понимание, по крайней мере, неполное и во многом обманчивое. Что же такое российское «Самодержавие»? Надо, во-первых, сказать, что российская монархия сложилась в XVI веке в разгаре борьбы за северо-западные границы против Польши и Швеции и борьбы за Южную степь против Османской империи, Крымского ганства и разных кочевников. Значит, надо было тогда уже максимально мобилизовать ресурсы населения и природы. А силы у государства, передаточные рычаги государства были еще тогда минимальные. То есть, поэтому проще всего было использовать те средства, которые были тогда под рукой, существующие местной общины с их господами. Ну, чтобы создать крупную армию и всегда направлять эту армию в необходимые места, создалась тогда сильная центральная инстанция для набора, распределения и оснащения военных сил. Это назывался разрядный приказ. Но в основном связь верховной власти с местами шла через местных больших людей. Я их так назову попросту. То есть, через бояр и детей боярских, а позже через дворян. Везде власть передавалась не через институты и законы, а через лиц. Это было, если хотите, личностная вертикаль власти. Люди, в общем, доверяли не институтам и законам, а лицам. Они вкладывали свое доверие туда. По-человечески ведь легче оценивать лиц, чем институты. В том смысле, что знать, какому человеку можно доверять и какому нет, это ближе знаешь человека, чем институт. Институт – это безличная вещь. Это во всех странах так, а не только в России. Но это создавалось, таким образом, довольно крепкая связь между центральной властью и местами. Российская империя, значит, более похожа тогда на Римскую империю, чем на другие европейские империи этого времени. Где средние звенья государства были крепче, чем в Москве. А русские, тем не менее, создали мощную, эффективную и многообразную державу на основе личных патронных связей. Патронных, я так скажу. Патронно-клиентные связи. А в течение XVI века и XVII складывалось тоже крепостное право. Ну, в этом и состоялась вот эта связь между государством и местными людьми. Крепостное право, надо сказать, никогда не определялось законом. Это было фактически неограниченное личное господство над общинами. Личное господство сначала бояр, а потом и дворян. Но неограниченно эксплуатировать крепостных было бессмысленно. То есть, ну, земля была фактически в руках бояр и детей боярских, и потом дворян, которые пользовались доходами от этой земли. Поэтому они были заинтересованы не слишком эксплуатировать крестьян, живущих на этих землях, так как их собственные доходы зависели от них. Поэтому, хотя были, конечно, крайности, о которых много написано в истории России, все-таки в общем крепостное право всегда имело оттенок патронно-клиентных отношений. То есть, это было неограниченное рабство, как это часто изображается, особенно у западных историков. А что отличает патронно-клиентных отношений от рабских? Вот в чем. Что подчиненные получают хоть какую-то выгоду от этих отношений. А для крестьян, для крепостных какая выгода была от крепостного права? Я вам скажу. Во-первых, они были обеспечены землей. Никто не мог согнать их с этой земли, как это часто случалось, например, в Англии в это же самое время, в ходе загораживания, когда многие крестьяне просто сгоняли с их земли. Ну, может быть, это было не совсем невозможно здесь, но гораздо труднее, скажем так, чем в Англии. А другое преимущество для крестьян. При условии, что они нормально работали, носили свой вклад в общие повинности, они могли рассчитывать на помощь соседей в случае несчастья. То есть здесь действовал принцип взаимопомощи. Сильнее, чем в общинах, я бы сказал, западноевропейских государств того времени. В Англии, например, в это же самое время, 16, 17, 18 век, это время загораживания. Это время poor law, по-английски. Poor law — это закон о бедных, который очень круто ввелся. И workhouse. Workhouse — это дом принудительного труда. Бедные люди, которые потеряли свою землю, не могли себе зарабатывать на жизнь. Их приходы помогали, но при условии, что они шли в этот workhouse, где они трудились и там, значит, получали еду. Что такое местные общины в российской истории? Ну, их главный принцип — это круговая порука. Сейчас, конечно, это выражение, круговая порука, имеет отрицательный оттенок. Но тогда это имело свои хорошие стороны. Это была общая ответственность за налоги, за рекрутство, за сохранение мира и предотвращение преступности. Сельские жители, они распределяли землю полосами между собой, так, чтобы каждый двор имел достаточно, чтобы исполнять свои обязанности, свои повинности. И для этого надо было довольно часто собираться, чтобы совещаться между собой. Сельский сход представлял каждый двор. То есть, это была своего рода демократия. Примитивная демократия, но демократия. И на сходе решали, какой двор должен платить сколько налогов. Они решали, как сообща обрабатывать и эксплуатировать общие угодья, как содержать в хорошем состоянии дороги, мосты, общинные здания, кто должен присматривать за пастущимся скотом и так далее. То есть, во многом сельские жители зависели друг от друга. И поэтому многие их решения были приняты сообща. Поэтому опять вопросы доверия и недоверия стояли всегда очень остро в русской деревне. То есть, все дворы, все семьи, они смотрели друг на друга, они наблюдали друг за другом, они как-то следили за жизнью друг другом. Если кто-то много пил, то об этом все знали. Если в какой-то семье конфликты, об этом все знали. А если такое поведение повторяется слишком часто, то пытались выдворить этого человека или даже эту семью из села. Но для человека и для семьи, которая ведет себя нормально, более или менее нормально, помогали друг другу. То есть, это была община довольно честная, довольно узкая, где должны были доверять друг другу, потому что не было другого выбора. А если не могли, то это стало уже вопросом жизни и смерти. Ну, результат, по-моему, что в России получилось сильное государство и сильные местные общины. Но между ними звенья довольно слабые и существующие в личных связях. То есть, связь шла прежде всего через властных лиц, через патронные клиентные сети, нити которых сходились в царском дворе. Эта система личной власти имела другое еще преимущество для Российской империи, что облегчало интеграцию нерусских этносов в состав империи. Обычно новый патрон, это воеводы и позже генерал-губернатор, просто занимал место на вершине уже существующей пирамиды власти данного этноса. В этом отношении Российская империя была и гибкой, и прочной. И не даром она долго жила. Теперь, если обратимся к Советскому Союзу, казалось бы, совсем другое государство. Но, как ни странно, почти такая же система действовала в СССР, правда, в нескольких иных формах. Ядро патронно-клиентных отношений в Советском Союзе — это номенклатурная система. Партийные секретари на всех уровнях манипулировали эту систему, чтобы назначать на ответственные посты людей, которых они знали хорошо и кому они лично доверяли. А эти ответственные работники выступали как бы покровителями к своим же подчиненным. Эту систему создал Сталин. Но она стала неудобной для него самого. Ведь эти местные ячейки, эти семейные круги, если хотите, они осложняли работу центральной власти. Они притупляли действия приказов сверху. Это один из главных мотивов сталинского террора. Он хотел уничтожить эти семейные круги. На февральском пленуме 1937 года Сталин обругал семейственность. Он употреблял именно это слово семейственность. Он предупреждал, что из-за семейственности, из-за отсутствия бедительности внутри этих семейных кругов враги проникают в партийные ряды. И одна из главных целей террора выявить и уничтожить этих врагов. Именно такой язык. Враги народа. Но весь парадокс в том, что хотя Сталин убил сотни тысяч чиновников в отдельности, он не мог сломать систему. Номенклатурная элита не только пережила его, но и укрепила свои позиции как правящий класс на протяжении последующих десятилетий Советского Союза. А как действовали эти семейные круги? Ну, если возьмем, например, директоров предприятия, председателей колхозов, ректоров университетов, институтов и так далее. Ведь советское предприятие часто в значительной мере определяло образ жизни всех своих работников, включая их жилищные условия, медицинское обслуживание, снабжение продуктами питания и так далее. Предоставление жизненных благ было организовано в соответствии со сложившейся иерархией по статусу и положению предприятия. Вот это та иерархия потребления, о которой пишет российский историк Елизавета Осокина. Советская система задумывалась сначала как общество равенства и материального достатка. На самом деле она стала обществом неравенства и материальной нужды. А степень этой нужды определялась доступом работника и предприятия к мощному покровителю. Где-то ЦК, вероятно, или там. Ну а с падением Советского Союза личное покровительство прибыло еще больше значения. Создался потому что создался политический вакуум, который восполнили те же лично-патронно-клиентные сети. При распаде Советского Союза члены средней и высшей номантлатуры превратили свою политическую власть в экономическую. Они сумели захватить самые стоящие объекты советской экономики. И так возник новый класс олигархов. И поскольку юридических нон фактически не было, они могли распоряжаться как хотели. Им мешали только соперники. Поэтому вместо того, чтобы доверяться полиции и судебной системы, олигархи часто нанимали банды хулиганов, чтобы защищать свое имущество. Но я думаю, эту историю вы знаете лучше меня, но это в новой ситуации продолжение, я бы сказал, той же самой системы. Но опять, значит, государство оказалось в руках сильных и богатых. И в этом шведский историк Стефан Хедлунд видит возрождение обычаев московского великого княжества. То есть он говорит о, ну это называется, у него это называется path dependency, то есть что Россия ушла по дороге предопределенной и что то, что было в Москве повторяется потом в императорской России, потом в Советском Союзе, а потом даже и в Российской Федерации. Другие ученые говорят о переходе России от социализма к феодализму. Тоже существует такая точка зрения. Но поскольку я думаю, что социализма по-настоящему не было в Советском Союзе, я вряд ли соглашусь с этим. А последние 10 лет, но об этом я сейчас не буду особенно говорить, потому что вы это гораздо лучше знаете, знаете, но все-таки государство усилилось опять у Путина, Путина, Медведева. Государство, но пока еще не общественное объединение. И мне кажется, великая сейчас опасность в том, что государство стало ареной для борьбы крупных бюрократических клик. Но об этом я не буду особенно распространяться сегодня, потому что вы об этом, вероятно, знаете гораздо больше, чем я. Ну, вторая тема у меня Россия и Запад. Ну, это очень уже знакомая тема, но я хочу заметить, что во-первых, на самом деле Запада нет и никогда не было. это как бы русская мысль, русский образ внешнего мира, что существует это разделение Россия-Запад. На самом деле разные европейские страны, Северная Америка, в последние 10 лет еще и Япония, и очень разные системы. Но ведь решающий вот в чем. Россия стала великой державой в 18 веке. когда происходили большие перемены в Европе. Там монархи укрепляли институты и законы. Они сосредоточенно мобилизовали средства природы и населения, систематически финансировали науку и технологию. Западные монархи, европейские монархи все больше заботились о благополучии всего их населения, даже самых низких слоев, так как именно они предоставляли солдатов для армии. А политические мыслители 18 века все больше думали о том, как граждане могут участвовать в жизни государства, делать свой самостоятельный вклад в жизнь этого государства. То есть они уже начинали думать о конституции. Ну и Россия не могла не участвовать в этих же самых процессах в 18 веке. Ее западные границы всегда были открыты потенциальному врагу. И нельзя было успешно защищать одновременно все пункты этих границ. Значит необходимо было заранее намечать опасности. надо было хорошо знать культуру и придворную жизнь главных европейских держав. И в этих целях со времени Петра Великого уже российские аристократы, а потом и профессиональные люди, служили дипломатами при европейских дворах. И они имели большой успех, потому что они происходили из той же элиты, что европейские аристократы, они говорили на тех же языках. Но это давалось не автоматически, а из-за сознательной подготовки, которую заложил снова Петр Великий, а потом все его предельники. И ну например, если взять один только пример, как мой коллега Доминик Ливен показал в своей новейшей книге, вот эти российские дипломаты на западных дворах, они очень много узнали о намеденных Наполеона в 1910, 11, 12 годах 1800, и поэтому могли все-таки каким-то образом готовиться к нападению Наполеона. Я думаю, без этих предварительных знаний Россия бы вообще проиграла Наполеоновскую войну. Вот это один только пример успехов российских дипломатов за границей. В то же самое время некоторые из этих аристократов и профессиональных людей они проникались европейскими идеями и стали просачиваться в Россию новейшее интеллектуальное течение европейских стран по очереди просветительство, масонство, немецкий идеализм, романтизм, национализм, социализм. То есть целый ряд довольно мощных идей, которые приходили на русскую почву, мало подготовленную для них, потому что институты и законы уже привычные для европейцев не существовали или существовали в России только на бумаге. Ну, правда, почти за все время 18-19 веков российские императоры в общем предполагали идти по европейскому пути, то есть мало по малу превращать российское государство в совсем европейское, создавать регулярное государство, вот это выражение часто употреблялось. Особенно Екатерина Вторая и Александр Первый имели крупные планы по перестройке государства и общества в европейском направлении, но их успехи были скромные. Власть имущие в российском обществе проводили эти реформы без энтузиазма, потому что они ведь теряли привычные рычаги власти. Ну, не только элиты, но и массы относились к реформам с недоверием, потому что они, эти массы, они рисковали терять обычную личную протекцию, которую они все-таки получали, и не были уверены, что ее заменит эффективно новая система. Другое дело Александр Второй. Вот его реформы действительно начали процесс замены личной власти законными институтами, такими, как земство, городские учреждения, реформированные суды, современные учебные заведения, пресса и печать меньше подвергнутая цензуре. гражданское общество начало создаваться по европейским образцам. Если сейчас изучать этот период, то это именно очень богатый период русской культуры, русской политики, русской общественной жизни, где действительно оживлялось гражданское общество. Но, во-первых, Александр не решился довершить своей реформой и давать Конституцию. почему? Он боялся, что если он даст Конституцию и создаст парламент по западному образцу, то распадется империя. Ведь это в 60-е годы, 70-е годы только что было польское восстание. Польское восстание. Если польские шляхтычи будут сидеть в российском парламенте, он боялся, что они будут мешать мерам необходимым, чтобы защищать империю. Вот если сравнивать российскую ситуацию с британской, ведь у Британии тоже была крупная империя, но заморская империя. Ведь индийские принцы не сидели в британском парламенте и вообще не представляли опасность для целостности британской империи. А в России было бы необходимо, чтобы местные элиты, нерусские, имели место в парламенте. Вот. Это, по-моему, основная причина. Но Александр Второй так и говорил, например, Валуеву, который хотел, чтобы он пошел дальше в реформировании империи. Наоборот, Александр Второй, а потом его преемники Александр Третий, Николай Второй, они укрепляли органы принудительного аппарата государства, отчасти, чтобы бороться с этими же европейскими идеями. То есть одновременно в последние десятилетия царского режима одновременно укреплялись и гражданское общество, и полицейский аппарат. Ну, это было как бы роковое совпадение, потому что борьба между ними, имеющим полицейским аппаратом и гражданским обществом, во многом создал условия для революции 1905-го, а потом и 1917-го года. Ну, там, конечно, много другое, но я думаю, что это одна из решающих причин. А если думать о Советском Союзе, то опять возникает эта фатальная коллизия западной идеи с российскими, уже советскими идеями. Советский Союз по сравнению с царской Россией отдалялся от Европы. Советский Союз это отчасти, хотя идеи были европейским марксизм, но институты, они отдалялись от Европы. А и тем не менее, идеи продолжали проникаться оттуда. Как и царская Россия, Советский Союз должен был иметь дипломатические связи с европейскими странами. Это было довольно сложное отношение, потому что в то же самое время Советский Союз создал революционный интернационал, который подорвал эти страны. Но все равно они должны были знать, лидеры Советского Союза, что такое происходит, должны были культивировать отчасти хорошие отношения с западными державами. И к тому же для Советского Союза очень важна была передовая наука, передовая техника, а это тоже требовало постоянной контакты с новейшими идеями ведущих технологов, мыслителей всего мира. Но недаром НКВД, КГБ пытался ограничить такие контакты, они ведь приносили с собой опасность для закрытого идеологического пространства. И они по-своему были правы. Ведь если посмотреть на это дело, Горбачевская перестройка в значительной мере была построена на западных образцах, а эти образцы были переданы через дипломатов и работников ЦК, которые курировали западные страны. как известно, например, идеи Яковлева сильно влияли на Горбачева, он долго служил в Канаде. А третья моя тема империя нации. Империя нации. в 1910 году, когда он писал свои мемуары, комментируя политику Николая Второго, Сергей Юлевич Витте, бывший министр финансов и премьер-министр, сказал следующее. К сожалению, наши правители не понимают, что России нет. Россия нет. Есть Российская империя. Ну и действительно, в этой империи не было митрополия, названной Россией, и какие-то Украины названы по-другому. То есть русское национальное самосознание, как и английское, между прочим, легко выливается в имперскую форму. То есть реализуется не через создание национальных институтов, а через создание имперских институтов. Вот я хочу взять один, может быть, неожиданный пример, но в Англии до сих пор нет своей политической жизни в Англии. То есть местное правительство есть, но английского парламента нет. Есть шотландский парламент, есть уэльский парламент, есть северно-орландский парламент, но английского парламента нет. Ну слава Богу, есть российский русский парламент, это есть. Но это результат всей истории наших двух стран. И особенно в нашем случае история Российской империи на северо-евразийской равнине. Но в некоторых отношениях, так же как и в Англии, Российская империя создавалась в ущерб русской нации. Ведь Великое княжество Московское было зачаточное русское национальное государство. Зачаточное, так как рано еще говорить о национальных формациях в XVI веке, но зачаток безусловно был. То есть это потенциальное русское национальное государство. Был и национальный миф, уже сложившийся. Миф следующий. Как единственное независимое православное государство, рус призвано спасти подлинную христианскую веру. То есть это уже как бы универсального призвания всемирного значения. То есть русский национальный миф уже имел тенденцию расшириться. Но по геополитическим причинам Русь стала Россией. Не русская нация, а североевразийская империя, во многом наследник орды, золотой орды. Североевразийская империя и европейская великая держава. Чтобы скрепить и интегрировать ее огромную территорию, ее многочисленные разнородные народности и верования, надо было смягчить православную церковь. То есть христианскую миссию смягчить и искать возможность мирного сосуществования разных народов и религий. И начиная с 17 века государство постепенно подрывало независимость православной церкви. А если, значит, русский национальный миф основывался на православной религии, то этот миф уже был, скажем так, ослаблен развитием российской государственности. Петр Первый, то есть, да, произошло сначала в середине 17 века реформы внутри церковной жизни, литургической жизни, и произносилась анафема на тех, кто не приняли эти реформы, они стали старобрядцами. Потом Петр Первый упразднил патриаршество, символ независимости православной церкви, заменил его святейшим синодом, председателем которого мог стать человек мирской. И часто это действительно было. Потом Екатерина Вторая отняла церковные земли, заменила их недостаточной казенной субсидией. Из этого получилось юридическое положение неудовлетворительное для православной церкви. Я не говорю здесь о духовной жизни церкви, потому что там много было интересного и плодотворного, но в юридической жизни это было неудовлетворительно и не соответствовало канонам самой православной церкви. И в 1905 году анкета святейшего синода обнаружила, что подавляющее большинство епископов недовольны этим юридическим положением церкви. Многие из них хотели, ну считали, что это не каноническое положение, хотели упразднить или радикально реформировать синод, как канонически нелегитимное учреждение. А некоторые даже говорили, что это орудие протестантского цезаропопизма, хотя эта формула, по-моему, не имеет исторического значения. Но они хотели упразднить или радикально реформировать синод, восстановить патриаршество и поместный собор, то есть это выборное учреждение клериков и мирян. Но эту реформу долго подготавливали в предсоборном совещании, но поместный собор так и не был созван Николаем Вторым, он все время откладывал, откладывал созыв этого собора, и, наконец, это случилось только после его отречения к престолу. То есть, фактически, предполагаемая церковная реформа была отвергнута Николаем Вторым. Но, хотя вот этот религиозный миф национальный был как бы ослаблен, подорван имперским государством. Старый этот миф остался у старобрядцев. Они продолжали верить, что Россия – народ богоизбранный, что Россия – это Второй Иерусалим или Третий Рим, призванный сохранить подлинное христианство для лучших времен или, может быть, для второго пришествия Христа. И в XIX веке эти мотивы перешли в мирское мышление и нашли отклик у славянофилов. Идея мессианской миссии переносилась в русскую светскую культуру, в часть русской интеллигенции и, в конце концов, даже в русский социализм. И тут мы видим очень значительный феномен. Это феномен расколотого национального нарратива, национальной истории, то есть понимания национальной истории. Это почти одно и то же, что было у нас в Англии в XVII веке, то есть в Британии уже, можно сказать, в XVII веке, когда произошел большой раскол между сторонниками англиканской церкви и пуританами. И среди самой англиканской церкви, среди почти католиков и антикатоликов. Ну, а мы видим вот этот раскол национального представления своей истории в истории Советского Союза. Ведь если судить о Советском Союзе, как русское или российское государство, то Сталин, ведь он возвел неороссийскую империю до статуса мировой державы, до статуса соперника США, который был самым, самым великим державом мира. Такой высоты даже царская Россия не достигла. То есть он как бы возвеличил Россию, а он это совершил за огромную цену. Марксистская империя создалась за счет русского национального самосознания. Что стоит в центре русского национального самосознания? Я думаю, во-первых, православная церковь, во-вторых, русское крестьянство, особенно сельский мир, а в-третьих, русская культура, литература, искусство, музыка. А Сталин уничтожил крестьянскую сельскую общину, превращая ее в убогую карикатуру, колхоз. Сталин пытался разрушить православную церковь, убивал священников, массу и епископов, упразднил приходы или ослабил их, закрывал храмы или превращал их в мирские здания. И только когда война прижала его, он спохватился, прекратил гонения, а потом даже восстановил патриаршество. В основном, мне кажется, в целях послевоенной дипломатии. То есть, главное тут даже было не укрепить русское национальное сознание, хотя это было, конечно, тоже, но главная его цель. Это было укрепить позицию России в средневосточной Европе и в среднем востоке в дипломатических целях для послевоенного времени. То есть, опять-таки, в имперских державных целях. А это противоречивое наследство Сталина продолжало разделять русских националистов почти до самого конца Советского Союза. То есть, про-сталинисты и анти-сталинисты не могли объединиться политически, пока не было уже поздно. Ведь среди этих националистов были поклонники Сталина, которые преклонялись перед его памятью за то, что он выиграл самую кровопролитную войну в истории и завоевал половину Европы. И справедливо действительно он это сделал. А другие ненавидели Сталина за то, что он чуть ли не уничтожил русское крестьянство и православную церковь, что он преследовал самых талантливых писателей, музыкантов и художников. Вот эти два течения в русском национальном сознании объединились только, когда было уже поздно и СССР уже распадалось. Так, чтобы закруглить эту лекцию, я еще раз кратко укажу на те три главные темы. Во-первых, что отличало российскую историю в истории разных стран Европы, а может быть и всего мира. Во-первых, это авторитарная власть, которая передается через сильных лиц и которая создает какие-то выгоды для элиты и для массы людей. Поэтому Российская империя была такая крепкая и продолжительная. Во-вторых, двойственное отношение к Западу. Россия заимствует идеи и институты со Запада, но в то же самое время относится с недоверием к Западу и с недоверием часто оправданным. Ведь самые серьезные угрожающие нападения на Россию произошли именно со Запада. Ну, кроме монгольского, конечно. И, в-третьих, радикальное расхождение между разными версиями истории России и ее основных ценностей, которые, мне кажется, продолжают разделять русских людей до сегодняшнего дня. Вот, пожалуйста. Спасибо, Джек Филиппи Стёнович. Дорогие друзья, ну, вот так вот. Какие имеете в виду, что в старой русской традиции, вот, докоммунистической, было принято к тем иностранцам, которые владеют русским языком, обращаться в русской системе обращений, то есть по имени-отчеству. А так же, как у нас, например, вот, мой заведующий кафедр Алексей Викторович Шестопал, ну, будет странно, если я обращусь к нему к профессору Шестопал, что вы думаете? Я, конечно, Алексей Викторович к нему обращаюсь, правда же? Так же и тут. Но на английском языке, естественно, на иностранных языках все это меняется. Вот. Дорогие друзья, я хотел бы вам предложить сейчас и сам профессор Хоскин, я немножко смягчаю ваше удивление, хотел бы, чтобы была дискуссия, чтобы обсуждение, чтобы все не ограничивалось монологом. и вы видите, что целый ряд высказываний Джеффери и Стюртовича были провокативными. Провокативными, спорными, да. Это хорошо. Да. Я поэтому предлагаю сейчас, собственно, во-первых, вопрос. Давайте начнем с вопроса. Вот какие вопросы для уяснения? Пока не выступление, не попытка высказать свою точку зрения, а вот вопросы для уяснения позиции. Друзья, совершенно свободны. Пожалуйста. Ну кто? Пожалуйста. Только представляете, если вас на студии. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Иванова, я студентка первого курса манистратуры МЖАН в международной журналистике. Вы сказали, что понятие «Запад» это российское понятие, то есть такого нет. И, наверное, вы правы, потому что Япония это совсем одна система, США совсем другая, Евросоюз только с каким-то сложностью не так давно. А потом сами в своем выступлении постоянно повторяли «Запад, Запад, Запад». И чтобы нам было понятнее, или все-таки может быть такая такая монетия и есть. Да, я немножко действительно упрощала, потому что мы тоже, западные историки, часто употребляют этот термин «Запад» по отношению к России. Но я считаю, что это как бы ну все народное или национальное самосознание очень часто создается как неприятие какого-нибудь другого, да, по отношению к «the other», как мы говорим по-английски, «the other», с прописной буквой «о». Это такое есть понятие в психологии. Как определить «the other»? Ну, Россия с одной стороны заимствовала много с европейских стран, с другой стороны не принимала много. И надо было обозначить вот этот источник интересных идей, но вредных идей. Вот. И поэтому уже в 18 веке начинали употреблять этот термин «Запад». Уже к концу 18 века. А потом весь 19 век. А потом в советский период тоже. И до сих пор. Почему я говорю, что у нас действительно очень разные страны с очень разными привычками. Во многом, ну, например, Англия и Италия имеют довольно мало общего. Германия и Италия, может быть, еще меньше общего. И сейчас это довольно неплодотворное выражение, потому что сейчас, вот это другая тема, о которой я могу говорить, сейчас западные страны переживают глубокий кризис. Глубокий кризис, не только экономический, но и кризис всех понятий, всех обычаев, всех институтов. Потому что видно, что и мы подходим к этому кризису по-разному. Вот сейчас, как вы, вероятно, знаете, происходит глубокий раскол среди не только Европейского Союза, но среди еврозоны. Северные страны, особенно Германия, уже как бы отрекаются от южных стран, особенно Италии и Греции. Так что вот это слово запад, может быть, имело какое-то оправдание еще в 19 веке, может быть, и во второй половине 20 века тоже, но сейчас уже имеет меньше смысла. Вот что я думаю. Спасибо. Еще какие вопросы? Регенерация, пожалуйста. Александр Левшин, МГУ. Рад вас видеть. Спасибо. Взаимно. Профессор факультета государственного управления. Во-первых, большое спасибо за очень интересную лекцию. У меня небольшое замечание и два вопроса по той части вашего доклада, которые касались самодержавия, феномена самодержавия. очень интересная идея о патронно-клиентских отношениях как некой сущности, вообще описывающей политический процесс, в том числе в Советском Союзе. Замечание с моей точки зрения, мне кажется, что саму советскую эпоху надо, по крайней мере, на несколько периодов делить, когда очень по-разному эти взаимоотношения осуществлялись, но вопросы мои касаются сталинского периода, сталинской эпохи. Как вы относитесь к идее, которую высказал Пол Грегори, но не только Пол Грегори, о том, что в сталинскую эпоху существовала система того, что по-русски перевели как иерархическая диктатура, а в оригинале это nested dictation. Да, то есть о наличии иерархии в сталинскую эпоху, когда на каждом этаже системы управления существовал как бы маленький Сталин. наделенный диктаторскими полномочиями по отношению к своим подчиненным или к той области, или сфере управления, за которую он отвечал, поскольку со стороны всех подчиненных всегда был саботаж и аппортунизм желанию управляющих создать, чтобы все происходило как надо. Если эта гипотеза в какой-то степени верна, это несколько ломает представление патронно-клиентских отношений, потому что это не патронно-клиентские отношения, это все-таки система жесткого иерархического подчинения. А второй вопрос, он касается нот, идеи, которую Олег Левнюк, в частности, в своих работах высказал. Олег Левнюк, Олег Левнюк, о том, что до середины 30-х годов так условно говоря существовала одна система взаимоотношения Сталина с подчиненными, а середина 30-х годов другая. То есть до середины 30-х годов каждый из членов политбюро имел свою клиентелу, которую он достаточно эффективно управлял и интересы, которые он защищал. А Сталин был как бы арбитром над схваткой. То есть он модератором этого процесса. А с середины 30-х годов ситуация меняется, устанавливается режим личной диктатуры. Вот мне всегда я не вполне понимал, почему все-таки произошел этот переход, если он действительно произошел. В чем была логика замены вот этих патронных клиентских отношений к режимам личной диктатуры, если это действительно имело место. Спасибо, да, очень интересно, да. Ну, а во-первых, nested autocracy, то есть маленькие Сталины, ну, я думаю, можно даже ответить на два вопроса одновременно, потому что мне кажется, что действительно Сталин поощрял даже создание системы личного патронно-клиентных отношений, тем, что он назначал своих доверенных людей на главные посты, а сначала он давал им работать, как они хотели, а потом в середине, действительно, в середине 30-х годов он спохватился, что это довольно опасно, это довольно опасно, но это после убийства Кирова, но вообще он уже подозрения начались у него раньше, но они как бы были зафиксированы убийством Кирова, что какие-то враги проникают в эту систему из-за того, что вот эти личные маленькие Сталины имеют столько власти, что они значит притупляют как бы приказы, идущие сверху, и действительно маленькие Сталины, что они делали? они пытались создавать комфортную систему для своих ну прямо подчиненных людей, чтобы эти люди доверяли им. Террор это действительно с одной стороны это создание личной диктатуры Сталина, но это и попытка ослабить эти местные ячейки ослабить местных секретарей, которые уже значит мешают мешают вот осуществление личной этой личной диктатуры. И для этой цели значит он применяет НКВД, он НКВД, который раньше не был, не имел полномочия вмешиваться в жизнь партии, они имели теперь полную авторитет, полный авторитет со стороны Сталина. Но ведь в конце концов Сталин сам понял, вот этот переход довольно мало выяснен в литературе, как мне кажется, почему прекратились вот эти террористические волны террора. Это очень важно знать, потому мне кажется, что Сталин в конце концов сам понимал, что этим он подрывает собственное государство, если он будет продолжать убивать вот этих средних людей, партийных секретарей, люди и вообще элиту всей страны, в том числе и армии. и он ослабил террор. Он значит фактически примирился с тем, что местные элиты, они будут иметь свою как бы ну свою клиентуру, для которого они будут создавать хорошую жизнь, гарантировать часть пятилетнего плана, чтобы они могли делать для себя какую-то пользу. если посмотреть на положение после Второй мировой войны, то уже получается совсем другая картина. Террор еще продолжается, но в минимальных размерах уже. Самое крупное, по-моему, это было Ленинградское дело 49-го года, где погибли 200 людей. Ну, 200 людей это много, но по сравнению с 30-ми годами все-таки довольно слабый террор. И поэтому, мне кажется, ну и тем более после смерти Сталина вообще смягчился террор. Он не совсем исчез, но очень значительно был ослаблен. А у Брежнева вообще доверие к кадрам. Так что мне кажется, что своим террором ну там было довольно много разных причин, но одна из главных то, что Сталин пытался уничтожить ту систему, которую он сам создал. Вот мне так представляется. И поэтому личная диктатура это было отчасти результат террора. То есть все бросались исполнить желание воле Сталина, потому что он во главе действительно решал в конце концов все вопросы террора, все главные вопросы, не все индивидуальные вопросы. Ну и после этого стали его собственные коллеги стали смотреть на него не только как на главного из равных, но уже как бы на собственное как бы ну почти что царя, что ли. и после войны тем более, поскольку он возглавил великую победу. Вот. Мне так кажется. Но это действительно конечно идея Грегория очень важна, потому что действительно разные гнезда внутри этой вертикали власти. Я чувствую, что вот вопрос, пожалуйста, списались. Меня зовут Петрошова Лиза, первый курс факультет международных отношений. Вы вот упомянули свои лекции о том, что во все времена какая бы форма управления не существовала в России, то есть это или московское государство, или империя, или советская, или опять же российская федерация, все сводится к суперцентрализации власти. Как вы думаете, что именно это определять, почему народ всегда стремится к тому, чтобы подчиняться кому-то, одному и причем? И как вы думаете, как относится именно запад к тому, может ли это когда-то поменяться в России, то есть как считает запад, это можно в русских людях это искоренить? Хорошо, спасибо, да. Ну, во-первых, потому что мне кажется, жизнь на североевразийской равнине довольно опасная, что российские границы действительно уязвимы. Но мы все знаем, главное там нападение со стороны запада, с востока, с юга, но ведь все время и в 16 веке все еще были постоянно набеги кочевников с юга, с юго-востока, то есть действительно надо было со всех сторон организовать такую военную силу, которая могла обеспечить продолжение вообще существования России. Поэтому мне кажется население было готово подчиняться сильной власти. Сильная власть это если хотите это самая первая необходимость для государства, которое существует в такой уязвимой пространстве. Да, в таком уязвимом пространстве. Ну а потом это в климатических отношениях тоже довольно приграничная зона, особенно северная и средняя части Российской империи. И чтобы иметь уверенность в том, что всегда будет достаток, по крайней мере, надо было создавать сильные общины взаимопомощи, потому что любой двор, любая семья иногда впадает в трудное положение. Государство не может обеспечивать жизнь людей, так что они сами обеспечивают друг другу защиту, когда, ну, например, в одной семье сильная болезнь, или главный работник погибает, или пожар в доме, вот, и другие помогают, это называлось помощи, помощи. Вот это и вместе взятая, мне кажется, вот эта сильная власть, сильная община и создает своеобразную силу российской идеи и российского государства, и поэтому создавалась такая сильная империя. А по-другому построить империю на такой территории, мне кажется, было, вероятно, невозможно, то есть длительную империю. А сейчас я думаю, мне кажется, я умеренный оптимист, потому что мне кажется, таких угроз уже нет. угрозы России в сегодняшнем мире не военно-стратегические, а экономические, экономические. То есть, что, ну, много сейчас говорится о том, что в Дальнем Востоке очень много китайцев, они чуть ли не ведут там экономическую жизнь, потому что русские или не хотят, или не могут. Ну, это, вероятно, увеличено, но много говорится об этом. И еще глобальная экономика. Если Россия будет участвовать стопроцентно в глобальной экономике, то Россия должна модернизировать свои экономические отношения в том смысле, чтобы они были менее коррумпированы, чтобы они зависели меньше от государства, чтобы можно было легко создать маленькие и средние предприятия, ну, это вполне возможно, но я думаю, что для этого русские вот хорошо будут, будет, если государство потеряет вот этот приоритет всегда военных целей, потому что это уже не нужно. Кстати, это относится опять-таки к Британске, к Великобритании тоже. У нас ядерное оружие. Для чего ядерное оружие у нас, у британцев? Это очень дорогостоящее удовольствие. А защищает нас от чего? По-моему, такой угрозы нет. А ядерное оружие, это скорее всего опасность, потому что главная опасность для всех нас сегодня это терроризм. А если террористы приобретут, ядерное оружие, это совсем страшно. Но у России, мне кажется, та же самая дилемма. Как отделаться от этих идей военных приоритетов? А если русские смогут это сделать, мне кажется, что будущее оптимистическое, что действительно русские люди смогут отказаться от подчиненности сильной власти? дилемма. я вижу еще вопросы, но скоро у нас будет вторая часть, мы может пойдем выпить чай, нам накачивать, что те, кто хотят, кто должен беседу, смогли сделать там, но пока здесь. представьтесь. Студент третьего курса факультета пилотологии Федоров Матвей. Пилотология, да. Спасибо, во-первых, за ваше выступление. У меня к вам такой вопрос. Во второй части вы сказали о том, что Россия постоянно воспринимала запада, воспринимала такие идеи, как идеи просвещения, масонства, немецкий идеализм, ароматизм, с чем я согласен, безусловно. У меня к вам такой вопрос. Как по-вашему, что запад, условно говоря, получил от России? Какие идеи, например, запад получил с востока? Не запад на восток, а с востока на запад? Хорошо, да, это интересно. Во-первых, великая культура. Во-первых, великая культура. То есть у нас Толстой, Достоевский, Тургенев это часть нашей культуры. Это во всех западных странах так. Толстой для нас такая фигура, как Диккенс или Бальзак, то есть это один из крупных писателей, но и музыка Чаковского, Бородина, Шостаковича. Опять-таки, такая же часть нашей культуры, великая культура. А потом западные мыслители все-таки заинтересовались вот этой русской идеей солидаризма, то есть вот это то, о чем я говорил, принцип взаимопомощи. Вот эти идеи тоже проникали в западную социальную традицию. У нас, например, анархисты, многие взяли изучение Кропоткина, особенно на Кропоткина, но и других русских анархистов тоже. Ну и, как известно, в 20 веке очень много западных социалистов проникали с идеями о том, как Советский Союз будет спасать мир. Ну, это, конечно, были обманчивые идеи, но очень сильно действующие. И многие западные, ну, все западные коммунистические партии очень долго жили этими мифами. Потом модернизм произошел откуда? В основном не из Франции, не из Англии, не из самых центров западной цивилизации, а от итальянцев и от русских. И музыкальный модернизм это Стравинский и все, что пошел дальше от Стравинского. А в искусстве ну, это Кандинский, это Малевич и все, что было после этого. Так что тут действительно было какое-то плодотворное влияние России и даже отчасти Советского Союза в западный мир. Никита Малчаков, Международный право-факультет. У меня к вам такой вопрос. Вот он скорее будет о современности, а в периоде после 1991 года соответственно опять образовалась после распада СССР. Продолжила существовать та же система по-триминально-клирикальных отношениям. Даже вы говорили, что некоторые ученые говорят, что это феодализм, неофеодализм. В принципе, это достаточно правильно. Как вы считаете, это историческая закономерность для России, что три разных режима и три раза повторилась та же система? Либо в 1991, в 1992, в 1993 мы допустили где-то системную ошибку в управлении, в праве, в исторической политике нашего государства, что данная система отношений повторилась уже в третий раз? Есть традиция, правда, но это еще не означает, что буквально все повторялось, была эволюция, вот я, даже я не скажу, что это были идентичные системы, они были разные, но в одной линии, в одной традиции, действительно. А что было после 1991? Ну, сначала чуть ли не распалось российское государство вообще, то есть законы постоянных не было, институтов постоянных, но они слабо действовали, создавались новые экономические отношения в атмосфере почти полного бесправия, и действительно государство не могло правильно собирать налоги, поэтому не могло обеспечивать пенсионеров вовремя, не могло платить даже зарплату учителям, ну и разным другим работникам государства, то есть это был очень суровый трудный период, и естественно уже к 2000 году русские люди хотели более сильное государство, и это действительно было правильно, и действительно Путин в некоторых отношениях и создал более сильное действующее государство, но дело в том, что, как мне кажется, это мое личное мнение, но мне кажется, что он как бы интегрировал олигархов, которые раньше были бесконтрольные, он их как бы интегрировал в государственную систему, отпихивая тех, кто были по разным причинам неугодных, но самый главный пример, конечно, Ходорковского, а тем, что он интегрировал олигархов в государство, это значит, что государство стало более коррумпировано, чем было даже раньше при Ельцине, и в этом, конечно, кроются очень большие опасности, и когда я думаю о том, как Россия будет интегрироваться в мировую экономику, то мне кажется, прежде всего мешает вот эта государственная коррумпированность, и не только я так думаю, почти все, которые имеют дело с Россией, так говорят, что Россия занимает чуть ли не совсем последнюю позицию в мире по коррумпированности, но почти, то есть, с одной стороны идет усиление государства, это плодотворный процесс, а с другой стороны это отчасти обманчивое усиление государства, которое в некоторых отношениях даже ослабляется, как мне кажется, сейчас. Друзья, еще вопрос последний. кто хочет задать последний вопрос публично? Нет вопросов? Ну, тогда мы пойдем сейчас выпить чай, благодарю всех. Благодарю вас! Благодарю вас! ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!